Всем привет, ребят! Я сейчас гуляю с Альмой и с Паулиной. Мама поехала с дедой к врачу. Я вот с ними прогуливаюсь. Даня уже в садике. Сегодня он в садик уходил ужасно. Он плакал, как он еще вообще никогда не плакал. То, что я в тот раз рассказывала, это вообще были еще цветочки. Сегодня была вообще полная трагедия. Ну, я посидела, наверное, минут 15 в коридоре. Он все не переставал, не успокаивался. Так, знаете, не то чтобы прям в разрыв плакал, но так пахныкивал, в общем. Потом успокоился и я ушла. Думаю, ну, сейчас дома посижу, позавтракаю. Сделала себе завтрак, налила горячий чаек с лимоном. И тут мама звонит, говорит, так и так надо гулять с собаками идти. Ну и все, теперь мой чай. Там уже, наверное, мухи на коньках на нем катаются, а я гуляю. Две мадамы, как дед у нас говорит, дамы. Дамы гуляют. Чайки, пошлите. Вот, молодец, Маша. Пойдемте, пойдемте. Пошли. Побежали, Маша. Альма. Пойдемте. Пойдемте. Ого! Пошлите. Ого! Как это все красиво, однако. Зеленый, коричневый, желтый. Все красота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки нагулялись... Вот... А я сейчас поеду домой... И не поверите... Мне надо будет полвторого поехать снова... Туда, где я делаю ногти всегда... Потому что у меня один ноготь опять треснул... Так что сейчас поеду домой... Приведу себя в порядок... Потому что я вообще... Видон у меня, конечно, так себе... И потом в полвторого поеду делать ногти... Сейчас уже... Двенадцатый час... Опять весь день... Вот просто тупо разорван... Я сейчас отправляюсь на спорт... Еще за Надюхой надо заехать... Мама сегодня с нами опять не идет... Идем опять вдвоем... У меня сегодня день какой-то... Вот реально... Вот тут... Блин, вот знаете... Бывает такое то, что вот... Ну вот не твой день и все... С утра Даня плакал... Не захотел идти в садик... Только я вернулась домой... Только я сделала себе завтрак... Позвонила мама... Что нужно там с собаками погулять... Что с дедой там в больницу надо... Пошла погуляла с собаками... Только пришла домой... У меня сломался ноготь... Хотя... Ну я вам уже рассказала, да... Я поехала, значит, туда... А там меня, оказывается, даже никто и не ждал... То есть, ну там получилось такое небольшое... Непонятка такая не получилась... Я опять уехала с поломанным ногтем... Недовольна... Ладно... Приехала я за Даней... У меня еще оставалось время... Я посидела в машине... Пришла за Даней... Там мне сказали, что Даня постоянно сегодня плакал в садике... Он был не в очень хорошем настроении... Плюс нашего воспитателя сейчас нету... Он на этой неделе в отпуске... И та воспитательница, которая его заменяет... Она мне как-то, ну... Мягко говоря, не очень понравилась... Ну, я не знаю... Мне она показалась какая-то вот... Ну, ни рыба, ни мясо... Ну, плачет ребенок, плачет... Ну, там... Улыбнусь ему и все пройдет... Ну, что-то типа того... Не знаю... Может, мне показалось... Потом приехала с Даней домой... Он уснул... Уснул... Я не знаю, как он теперь вечером будет ложиться спать... Ну, он уже, конечно, сейчас не спит... Но все равно день какой-то вот так вот... Все в разрыв... Я то домой ухожу, то прихожу, то прихожу... Короче, не знаю... И настроение у меня сегодня паршивое такое... И плюс опять я сейчас побыла чуть-чуть дома... И я выхожу... Мне нужно ехать на Спарт... Бывают такие бесячие дни... Прям хочется так... Сделать... Блин... А где еще один Дино? У нас их же много... Это что, страус? Да! Дино! Где еще Дино? Вон он, скажи, Зая, достань битая... Битая, что... Дино, там... Ну, хотя бы честно... Тихо-тихо... Ты что сделал? Это что такое? Это кто сломал? Давай чини, быстро! Случательно! Не получается чинить? Да! Чини давай быстро, сломал, чини теперь! Вот! Сейчас, все! Как это? Мимо срабило? Давай! Не починили! Висит! На сопельках! А! Доставайте Дино, другого! Ай! Я что же? Я... Ай! А-а-а! Я кишпил! Кишпил! Ну что, ребят, всем доброе утро! У нас сегодня среда, 26-е. Я сейчас ездила... Как бы так сказать... В общем, у меня был разговор по поводу работы. Мы поговорили, все, конечно, супер. Я им нравлюсь. Они вроде тоже ничего такие. Но у нас не сходится по времени. То есть, мне нужно самой успевать бегать, отводить Даню в садик, потом его забирать. То есть, я могу работать 7-8 часов в день в определенное время садика. Моя проблема в том, что мне будет сложно найти работу из-за этого времени. Потому что в основном все хотят, чтобы ты работал с 8 до 6, то есть 10 часов. Но никто не думает о том, что, ну, как бы садики так не работают. И вот это вот постоянная проблема. Я, если честно, я не понимаю, почему никто не думает о том, что есть родители, у которых там мама, папа одни. И они просто тупо, ну, не могут. Но им тоже нужно работать. И меня вот это вот просто выбешивает. То, что, блин, вот вы должны пахать столько-то часов в день. И как вы это будете делать? Вообще никого не колышет. И получать причем за это какие-то копейки. Просто. У меня эмоции зашкаливают. Но, блин, поменять я ничего не могу. Остается только искать дальше. Смотреть, что будет еще. Она, конечно, сказала, говорит, я бы вас с удовольствием взяла. Тем более, вы разговариваете свободно на двух языках. А в наше время это, ну, как бы, очень такая полезная штука. Тем более, с русским языком. Потому что здесь сейчас много людей из Украины. Пока я была на этом термине, дети у меня занимались вот чем. Ну, 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 так, вообще. Душу. И че это, че это. О! Я знаю. Как я знаю. Как я знаю. Как я знаю. скушить И да, кстати, Даня у нас дома Я с сегодняшнего дня сняла его с сада до следующей недели, потому что эту неделю наш воспитатель он в отпуске и все эти два дня понедельник и вторник Даня в садике ужасно плакал он там не игрался он вот как я его отдавала вот в понедельник еще было более или менее а во вторник они мне позвонили уже сейчас я вам скажу где-то, наверное, в 11 полдвенадцатого и сказали, что заберите его домой потому что он плачет не переставая я его забрала и я так потом посидела вчера подумала, что, блин, нет, наверное я его сниму, пока он совсем не как бы против садика настроил себя так а а а а а а а а Бои без правил Бои без правил Дай подумал Бои без правил А ты прям за ногой можешь Нет, я не хочу ногой Это то, что в лесу выкопали? В лесу вон тоже А, вот оно Субтитры сделал DimaTorzok Бои без правил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь голову вниз Олллос Дома руки Добавляем 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 Ну что, ребят, только что я была дома и делала домашние дела. И уже я сижу в машине. Я сейчас приехала в Бюргер Кинг. Мы что-то так посидели, подумали, что... А почему бы не съесть по мороженому? И я вот приехала, сейчас возьму 4 мороженых. И поеду домой, мы их покушаем. Это, так скажем, будет десерт сегодняшнего дня. Кстати, был вопрос по поводу того, на каком языке Даня в садике разговаривает. В общем, дома мы его учили разговаривать на русском, потому что я понимала, что если мы с рождения будем с ним разговаривать на немецком, то русский он, в принципе, ну, как бы не выучит, да? И поэтому, так как и со старшими, я начинала с русского. Сейчас в садике воспитатель, естественно, с ним разговаривает на немецком. Но воспитатель пару слов знает на русском. И он меня спросил, как там будет, например, сказать, типа как, иди сюда, да? Я ему объяснила, он, в принципе, запомнил. Он говорит, ну, это действительно уже на такой крайний случай, если он меня действительно не будет понимать. И вот сколько я спрашивала, он говорит, что у них, в принципе, проблем нету. Даже если где-то что-то там и возникает, то он ему показывает, так скажем, направляет его в нужную сторону, то есть, да, что ему от него надо. Разговаривает он с воспитателем на русском, такие вещи, как типа там, помоги, да, что-то такое вот. Но воспитатель его понимает, поэтому, в принципе, все идет так, как должно быть. Ну, за исключением того, что эту неделю мы сидим дома. И, кстати, да, я не договорила днем то, что... Почему я так решила оставить его дома эту неделю? На самом деле... Ой, вы падаете сейчас! На самом деле я просто хочу, чтобы пришел назад наш воспитатель. И я просто переживаю за то, что Даня вообще потеряет интерес к садику. Он сейчас уже плачет. Как только ты говоришь, давай там одеваться в садик, он сразу начинает плакать и говорит, что нет, я не хочу, я не пойду. Но я заметила такую вещь за ним, что он продуманный, я вам скажу. Он говорит мне такое, а я, говорит, буду плакать. И, знаете, вот с таким этим на меня смотрит и говорит, а я там буду плакать. И я понимаю, что это уже начался, в принципе, в какой-то степени шантаж, что ли. Но все равно пусть будет так, чем он вообще потом этот сад возненавидит. Но я уже сейчас понимаю, что, в принципе, наверное, со следующей недели нам практически придется начать сначала. Ну да, ладно, я купила мороженое. Мороженое у нас вот так вот выглядит. Вот так. Смартис – это Даня. Лайенс – это Ян. Орео – это Эльяс. И вот там Киткат – это Эли. Все четыре сорта, что были у нас в Бюргер Кинге, мы их взяли. И это говорит та, которая худеет. Ку-ку. О, Ась. 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 Вот это твой, вот это твой. Мой. А? Вот это твой. Можно я хоть зайду? Да. Вот это мой. Можно зайти? Погусь мать украли. Загревали? Нет. Это не значит. Ну, части грибы не растут. Понятно? А это саловальная кучка. Вкусненько? Да. Ну что? Да. Можно попробовать? Да. Я старшего нельзя? Понятно. Один и друг. Да, я его. Значит, я с ним. Нет, я у меня. Ладно, послышь. Слушай. Я не знаю, сколько бомбара. Дисти? Дисти. Вкусно? Держи. Это вкусно. Ну, так же. Ну, аккуратненько надо посознать. Вкусно? Угу. Видите, вот здесь ошибка будет дальше, соответственно, все уже неправильно. Да, это же неправильно. Ну вот. Ну что, ребят, еще разок на сегодня мне надо разложить вещи. Это уже третий или четвертый раз, что я буду сегодня раскладывать вещи. Вот когда только-только она выключилась, достаешь вещи, они еще теплые, и их когда начинаешь раскладывать сразу, то их не нужно гладить, потому что, ну, они как бы уже выглажены. Просто их нужно встряхнуть, и все на этом. Так что такая машинка, это очень хорошая штукка. Мы уже готовы спать. Даня тоже там. Сейчас еще пять минут мультик, и все. Маши, всем скажи пока-пока. Маши, пока-пока. Ну и от меня тоже. Всем для начала огромное спасибо, кто уже подписался. Кто этого не сделал, еще обязательно подписываемся. Оставляем свои лайки, комментарии. Ну и всем до следующего раза. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok